С выпадением снега частота обращений за помощью в медучреждение Симферополя возросла. Основная причина падений и травм – банальная спешка. Многие попросту не замечают льда, припорошенного снегом. В столичной горбольнице номер 6 Лилия уже почти постоянный клиент. К несчастью, второй год подряд перелом после внезапного пируэта на скользкой дороге приводит ее в эти палаты. Я шла на работу, это было вчера. Я упала прямо на проезжей части, где машины подождали, пока я отползу к бордюру. А потом, когда мы приехали сюда, я говорю, я первая жертва гололеда. А мне говорят, нет, вы 132-я жертва гололеда. А вот для Маргариты это первый опыт столь неудачного приземления на заледеневший асфальт. Шла и упала, очнулась, проснулась, и все. Упала и лежала, ждала, пока приедет скорая. Приехала скорая, привезли сюда. Сами вызвали? Да, сами вызвали. Ну, не я, а люди, которые рядом помогали поднимать меня. Потому что я не могла встать. Ну, двойной перелом. И все же, по сравнению с прошлым годом, доктора расценивают сегодняшнюю ситуацию как весьма благоприятную. Обстановка достаточно спокойная. Несмотря на все снегопады и лед, количество поступающих пациентов существенно, тем не менее, не увеличилось. За последние три дня существенного какого-то прироста поступающих травмированных больных нет. Особенно часто из-за возрастных особенностей скелета переломом подвержены люди пожилого возраста. Ввиду повышенной хрупкости костей и меньшей эластичности связок и мышц, даже слабые удары таят в себе большую опасность. Пациенты, они, как правило, падают с опорой на руку или подворачивают голеностопный сустав. Поэтому травмы в области лучезапясного и голеностопного суставов – это основное, что происходит с нашими пациентами. Именно поэтому хотелось бы предостеречь, особенно пожилых людей, в такую погоду пореже выходить на улицу. А если уж вы выходите на улицу, то в сопровождении ваших родственников и более молодых устойчивых. Снизить риск падения при гололеде поможет обувь на плоской, лучше рифленой подошве или на низком квадратном каблуке. Также на нее можно прикрепить полоску наждачной бумаги или обычного лейкопластыря. Кроме того, в гололедец уходить нужно по-особому, как бы немного скользя, словно на мини-лыжах, и наступать на всю стопу. И, конечно, не спешите и внимательно смотрите под ноги. А если вы носите длинное пальто или шубу, то обязательно приподнимайте полы одежды, выходя из транспорта или спускаясь по лестнице. Лучше не падать вообще. Поэтому самое оптимальное, конечно, это носить правильную обувь с хорошей рифленой подошвой. Пожилым людям или реже выходить на улицу, или выходить на улицу с палочкой, с каким-то дополнительным средством опоры. Но лучше всего, конечно, от походов на улицу пожилым воздержаться. Что касается молодежи, безусловно, поступающие молодые люди тоже есть. Но группироваться при падении учат в спортивных школах. Я думаю, что спорт в Крыму развивается, должны учить. Срок, на который травма изменит привычный ход жизни, зависит от степени ее тяжести. При переломе лодыжки или лучевой кости – это около полутора месяцев довольно серьезных ограничений. Примерно столько же потребуется на последующую реабилитацию.